Друзья мои, всем привет! Всем привет, мои дорогие! Ну что ж, сегодня мы с вами читаем 24-ю часть моих дневников. Усаживайтесь поудобнее, мы с вами начинаем. Сегодня мы в такой необычной темной атмосфере под цвет моего синего спитера. Итак, мои хорошие, мы с вами остановились на первом, аж первом июле 2013 года. Это понедельник. Как вы помните, настали мои долгожданные каникулы летние, и теперь я отдыхаю дома. Итак, читаю. Привет, Фиона! Сегодня первый день второго месяца лета. Вот и месяц незаметно пролетел. Жаль. Как вы помните, да, в предыдущем месяце у меня был месяцем лагеря моего детского, и теперь я, видимо, тоскую по этому времени, по этому поприщу, которую я целый месяц на себе тащил. Меня сегодня бабушка рано подняла, так как мы с ней должны сегодня ехать на дачу. Ну, конечно, как же без дачи. Кстати, вы помните, в прошлый раз, когда я вам читала дневник, я говорила, что у меня фотографии остались. Я недавно их просматривал, и да, я ездил на дачу. Я фоткал со второго этажа поле, лес, цветочки даже пофоткал. Поэтому, в принципе, память не только здесь у меня запечатлена, но еще и на фотографиях. В общем, на дачу, да, все по-пырому сделали, и нас дед отвез. Дед как бы тоже ехал, поэтому вместе с нами. Так, мы чуть перекусили и пошли в лес. Я в лес, на самом деле, не особо люблю ходить, но тогда, я помню, мы ходили, по-моему, я даже вот эту «Колдовскую любовь» включал, вот этот сериал, который я на тот момент смотрел, да. На телефоне мы с бабушкой, помню, собирали грибы и слушали как бы этот фильм. Ну, он мне на видео шел. Значит, там мы собирали землянику. Я еще на теле... вот, это я дальше пишу. Я еще на телефоне включил «Колдовскую любовь» и вообще... Вот как я помню, да, то, что было 11 лет назад почти что. Включил «Колдовскую любовь» и вообще весело стало. Написал «На поляне». То есть, наверное, мы были на поляне, на котором собирали землянику и слушали «Колдовскую любовь». После в лес пошли... ну, то есть, после поляны пошли в сам лес. Там море лисичек набрали. После пришли, я завалился спать. Ну, видимо, меня умаяла прогулка по лесу. Мне, видимо, очень сильно захотелось спать. Не знаю. Вообще, на самом деле, свежий воздух очень утомляет, если вы знаете, да. Так, были мы там с десяти до двух. Ничего себе, четыре часа. То есть, мы в десять, видимо, приехали и четыре часа в лесу были. Ну, конечно, спать захотелось. Спал я до восьми. Чего я ночью делал? Утомил меня кислород. Вот я так написал. «Я встал, поел, прибрался». Мы с бабушкой Достоевского почитали. Ну, помните, да, что мы читаем с ней «Бедные люди». Значит, почитали Достоевского. После посмотрели, какие нам травы нужны. Объясняю. Я, когда пересмотрела «Кладовскую любовь», для меня очень важно было собирать потом травы, потому что в фильме очень много главной героини лечит другие главных героев травами, поэтому я решил заняться такой же хиромантией. И помню даже, как я лечил деда, который летом, кстати, заболел. Я ему эту ромашку заваривал. И я помню, я тогда много набрал, на самом деле, трав, и много их сушил. Много и долго. Но, по-моему, я по итогу ничего сам не пил, я только других лечил. Не рискнул. Помню, хвощ полевой собирал, там всякие ромашки полевые. Перекусили и спать. Я почитал «Гарри Поттер и Орден Феникса», посидел в иннете и сон. Короче, уснул. Но, на самом деле, там интернет не очень хороший был. Вообще у нас всегда приходилось бегать куда-нибудь, там, чтобы получше был. Итак, 2 июля 2013 года, 22.37, вторник. «Привет, Фиона! Сегодня я проснулся в 8.00, а точнее меня бабушка разбудила. Я поел, по нуждам сходил, и мы с ней собрались опять в лес, как бы, да? Ну, это бабушкина любовь. Я опять включил «Кладовскую любовь» в продолжение. Собрали и пошли собирать мне травы. Ну, собрали, я так полагаю, грибы или то, что хотела бабушка, и пошли собирать уже мне травы. Вот. Набрали много трав и земляники. Знаете, такой летний вайп, летнее настроение, да? Вот сейчас вот зима такая суровая, там лесок, ягодки, грибочки, травки, жучки-корешки. Очень вообще прикольно, на самом деле, окунуться в лето. Так. Пришли. Сегодня мы были в лесу с 9.00 до 11.00, всего лишь два часа. Я отдохну, и вот пишу тебе. Странно, почему мне 22.30 написано? Ну, ладно. Бабушка ушла в какой-то там... А, какой-то там фай, ну, видимо, в гости. А, нет, за электричество платить. Это, которое главное, видимо, по дачному кооперативу. А я загорать. Я написал. Я загорал. Позагорал, пошёл читать Гарри Патриорда и Феникса, поел и... И по... Полетал. Где полетал? Во сне, что ли? Написано, полетал. Ты, конечно, пойдёшь, у меня шизофрения. Но полетать... Сейчас, ладно. Может, подремал? Нет. Прям полетал, напись. Ну, ладно. Собрал... Будем считать, что я летал. Ну, ладно. Собрался с бабушкой и пошёл... Чего-то... Не знаю, еле-еле... А, может быть, у меня что-то написано. А, нас дед, видимо, отвёз и не остался. Представляете? Потому что... А я ж помню, мы тогда ещё шли пешком до дороги и собирали ещё травы, заходили в лес. Когда домой дошли на следующий день. Наверное, он нас отвёз и уехал на работу. Скорее всего, так и было. Вот. И мы уже шли пешком. И вот мы, может быть, полетели. Имеется в виду... Ну, хотел, поел и полетел. Просто мы собрались с бабушкой и пошли... Вот я не понимаю слова, но, короче... А, и пошли. Дошли еле-еле. Пересели на второй троллейбус. Приехали, а встретили деда. Поели. Какая-то чушь вообще, на самом деле. Ничего не понимаю. Как... То есть мы уже, получается, с дачи приехали. Ни одного слова просто непонятно. Какие-то предложения интересные. Я разобрал травы и повесил их под потолок. Как в «Колдовской любви». Ну, прям любовь у меня такая. И смотрю «Колдовскую любовь». Сейчас я вам наговорю. Вы так решите. Господи, что же это за сериал такой? А? Хотя, может, скажете, похеру. Ну, просто у меня болезнь. И я до сих пор каждое лето, да, пересматриваю этот сериал. Сейчас лягу спать, а прежде почитаю «Гарри Поттер и Орден Феникса». Господи, какой я был молодец. У меня всегда было такое. Я обязательно должен почитать, был, книжечку и лечь. Обязательно должен был с книгой. О, сейчас вообще трэш будет. Ничего не понятно. У меня тут на полстраницы, видите, вот на этой. Ручка закончилась. То есть здесь нормально, а здесь уже закончилась. Буду сейчас разглядывать. Потом я на зеленую перешел. Так, 3 июля. Среда. Привет, Фиона. Сегодня я встал там, не помню во сколько, и начал хренью страдать. Это мое каждодневное дело. Значит, хренью страдать. Посмотрел «Колдовскую любовь» и начал убираться. До полдника я делал генеральную уборку. Ну, вы помните, да, я в конце месяца или в начале месяца делаю генеральную уборку у себя в комнате. После поел и поехал к матери. Приехал, отнес ей продукты. Боже, вы не падаете, пожалуйста. Моя шла рухнет, я уже боюсь. Не падайте. Это вроде сейчас ненормально стало. И моя водичка. Хочу водички. Так, принес ей продукты. Зашел за Катей. Ее не было дома. Я передал бабушке ее флешку. Скорее всего, Кате была дома, просто потому что она не хотела гулять или не хотела просто со мной общаться. Не знаю почему. Вот, мы с матерью пофоткались и поехали за братом в больницу. Какую больницу? Там пофотографировались, после приехали домой. Я зашел за Катей. Ее до сих пор нет дома. Как-то подозрительно. В какую больницу мне брат лежал, мне интересно очень. Так, я пошел за... Господи, за кем? Вот все, теперь ничего не вижу. За Женей вроде. После уехал к бабушке. Там я посмотрел колдовскую любовь и лег читать. Мне позвонила Катя, сказала, что ее не было дома. И я пошел спать. Не знаю, где Катя была. И не знаю, в какой больнице мой брат лежал. И в какую больницу мы ездили. И фотки эти, где, откуда. Без понятия. Четвертое июля, четверг, 17.05. Привет, Фиона. Сегодня меня разбудил дед, бабушка на работе, а я с дедом поехал в Реал, то есть в Ашан, который сейчас, да? Там я купил в 37 рублей. Вот это когда он был куплен. 37 рублей, это я назвал так фикс прайс. Тогда еще было 37 рублей, да, чтобы вы понимали. Сначала у нас было 36. Кто-то мне говорит, что да, это вообще было 35. У нас в Ванове, когда он открылся, он просто поздновато открылся, чем в Москве, да, естественно. Вот, и я просто назвал его в 37, то есть не фикс прайс. Я там купил диск «Гарри Поттер и принц полукровка». Кстати, да, я помню, я приехал домой, начал его смотреть. Там три языка. Прикол в том, что на трех языках можно посмотреть этот фильм. Конечно, неофициальное издание, но диск очень хороший, такой прям прикольный, красочный. То есть сделан под официальное издание. И этот диск был на русском, на английском и просто на украинском. Он у меня до сих пор лежит на этой полочке моей по «Гарри Поттеру». И, в общем-то, да, мне он очень нравился. Я даже смотрела какую-то часть на украинском языке, кстати, прикольно было. Так, после дед купил модем «Мегафон». Для себя, по-моему, у него был ноутбук. Он хотел в интернете сидеть. Вот, книгу сказал потом, купит. Какую книгу, я не знаю, честно говоря, не помню. «Я пошел к Кате. Мы с ней сходили в магаз за батарейками. После пошли на почту и к моей бабушке. Вот посидели, посмотрели колдовскую любовь, перекусили и поехали. Поехали, наверное, к ней поехали, то есть обратно туда. Приехали, зашли к маме. Она нас угостила клубничными... Клубничными... Не знаю. А, клубничными блинами, господи. Да, она делала такие, типа, она, знаете, добавляла в само тесто вот это вот. Она добавляла, короче, то ли клубничный джем, то ли какое-то варенье. И они получаются такого розоватого оттенка. Но она любительность у нас сочинять всякие такие интересные блюда была. Блюда, короче, она нас угостила клубничными блинчиками и коктейлями. И мы пошли к Кате домой. У неё мы поиграли в карты и пошли провожать меня, то есть обратно сюда. Поели... А, нет, да, поел я, приехал... А, нет, после. У меня любимое слово после. После я приехал, установил ему интернет. Ну, ему это деду, почему я написал, ну, не знаю. Ему интернет и пошли сидеть за компом. А, нет, это я пошёл сидеть за компом. Смотрел Кладовскую любовь до конца. До конца. До... И почти утро уже стало... А, уже светало. Короче, я сидел до полной ночи, что уже аж светало до утра. Папа сидел и вот лёг спать. Пятое июля, пятница, 21-29. Привет, Фиона. Сегодня я проспал до 12. Ну, конечно, я же лёг поздно спать. После я встал, прибрался чуть-чуть. Но я до этого делал генеральную уборку. И дальше убираюсь, видимо. Не знаю. Поел, посидел за компом. Ничего интересного. Поиграл в GTA. Тоже неинтересно. Я лёг и... Практически весь день читал журналы. Вот у меня была какая-то раньше такая, знаете, выдержка. Читать какие-то книги, журналы. Что-то делать, убираться. Сейчас я прихожу, мне ничего не надо. Я помню, я раньше приходил из школы, я вам говорил, мне обязательно всегда надо было вымыть обувь свою, в которую я ходил, да. Подтереть задники у штаны, у штанин, у штанов, да. Потому что я ходил, забрызгивал их. И мне вот это надо было всегда делать. То есть без этого я не садился есть. А сейчас я, знаете, как делаю? Я раздеваюсь, всё кидаю. Сначала поем, а потом буду делать. Но нихера. В общем, меня это жутко бесит. Потому что раньше в этом плане я был какой-то более ответственный, наверное. Значит так. Видите, я практически весь день мог читать журналы. Но вообще это офигеть. Прочитал журнал «Все звёзды» и «Сумерки». Пообедал в 17.00 в 5 часов вечера. Потому что день сбился, видите. И дальше стал читать книжку на немецком. Да, у меня была любовь к немецкому языку давно. С самого детства я же вам говорил. И у меня были книги от моей покойной учительницы, которая мне подарила какие-то ненужные ей книжки. И я их читал. То есть помимо журналов, каких-то книг Гарри Поттера «Орден Феникса». Видите, я одновременно читал сразу много всего. Книгу «Орден Феникса». Журналы на немецком языке рассказы. Прочитал пару рассказиков. И пошёл мыться, наверное. Да, по-моему, мыться. Да, вымылся конкретно. Эх, написал прям хорошо. Выпил чайку тёпленького. Почистил зубки. И вот пишу тебя. Так. Пишу тебе. Сейчас приберусь на столе. Приведу себя в порядок. Под этим я подразумевал всегда, всегда подразумевал привести себя в порядок. Это значит нанести всякие кремушки, всякие там бальзамчики, сывороточки и так далее. Вот. Сейчас так. Ага. Подвеса в порядок. Дочитаю книжку на немецком языке. Прикольно. И в кровати буду читать «Гарри Поттер и Орден Феникса». Спокойной ночи, Фиона. Офигеть, как много я читал. И ведь читал. Сейчас вот вспомни, когда я в последний раз уже читал, уже не помню. Так. 6 июля-суббота. Тогда у меня не было еще никаких служб, поэтому мои субботы были свободны. Фиона, сегодня я встал рано. Мне надо было в город ехать, чтобы посмотреть диски. Я поел, все сделал. Поехал к Кате. Ей нужно список отвезти, список учебников отвезти. Ей нужно. А кому ей нужно отвезти? И куда? Может быть, мне ей нужно отвезти выручу-то. Я приехал, отвез список. Значит, я ей отвозил список учебников. Мы с Катей пошли на остановку. А она в магазин. Я тоже... Я тоже не поеду в следующий раз. Тоже. А что она? Она, наверное, не поехала в город. Она, наверное, хотела, но она, видите, пошла в магазин и решила не ехать. Да. Она не поехала со мной в город. Наверное, я тоже в следующий раз хотела написать, что не поеду с ней. Может быть. Не знаю. I'm sorry, Катя. Я просто не помню этого момента. Может быть, ты помнишь. Мы разошлись. Я поехала на 10-м троллейбусе. Почитал книгу там. Приехал. Ничего там нет. Я поехала обратно. Хотя бы куда я ездил вот так вот. Я даже не знаю. Не помню. Так. Пришел Катя. Ну, видимо, мы с ней не ругались. Просто она решила не ехать со мной. Я обратно пришел Катя. Мы с ней сходили на свадьбу. Интересно, к кому. Набрали копеек. И леденечков. Мини. Мы любили по свадьбам ходить. Потому что у нас дом достаточно большой и длинный. И если кто-то устраивал свадьбу, мы всегда были в первых рядах. Потому что мы забирали деньги. Молодых. Да, мы такие. Ну что, нищая жизнь. Сходили в Салют. Салют – это наш торговый центр. Там, где мы гуляем. Я там купил много всякой бытовой химии для себя. Понимаете, да? Денечки-то еще прибавились. Пришли к ней домой. После дождь мы пошли кататься на качелях. Видимо, дождь начался, и мы пошли кататься на качелях. Встретили, кстати, гребенкина. Вот этого мальчика, который был в лагере. Ну, наверное, случайно встретили. Так, у Кати разорвались сланцы, наверное, от дождя. Мы еще погуляли, и я поехал домой. Ну и воскресенье. Воскресенье, 7 июля. Привет, Фиона. Сегодня я встал. Люблю писать. Сегодня я встал. Ну, понятно, что ты встал. Если ты хочешь написать, что ты встал, то напиши во сколько. Все сделал быстро, так как к нам приехали рабочие. Объясняю. У нас в это время, мы же переехали в начале года в этот дом. Именно вот в этот дом. И бабушка решила с дедом поднимать, по-моему, фундамент. И они нам просто переделывали фундамент в этом доме. И они несколько, наверное, ну, короче, в районе около месяца они у нас работали каждый день. Может быть, ну, две недели, там, может, три недели. Я, честно говоря, сейчас уже не помню. И мы уже такие притерлись. Они были молодые ребята. Мы, конечно, не меня особо там тусили, дружили. Но как-то это... Рабочие мы их называли, да, Катя? Значит, приехал... Приехали рабочие. Видимо, я приехал к Кате. Просто написал, приехал к Кате. Наверное, я поехал к ней. По пути я договорился с отцом на встречу в 14.10. Хочу вам сказать, что с отцом я на тот момент общаюсь, наверное, всего лишь год. А до этого мы с ним никогда не виделись. Ну, встретились, поболтали в Евроленде. В Евроленде это где Ашан, у нас торговый центр Евроленд. Ну, а после поехали на центральный рынок. Интересно. В Читая городе он купил мне книгу... О! Случайная вакансия. Она у меня вон стоит. Это Джоан Роллинг написала случайная вакансия после уже Гарри Поттера. Офигеть, это он мне ее купил. Наверное, дед мне должен был ее как раз купить, а не купил. А, вот, дальше я написал. Теперь дед даст 500 рублей мне в карман. Какая хитрожопая. Сука. Я. У меня отец, видимо, купил книгу, да, должен был дед мне купить. А в итоге дед мне даст наличкой. Приехали, пошли к Серебряному городу. А, нет. Да, приехали, видимо, из центрального рынка. Мы поехали в центр Иваново. Пошли в Серебряный город. После болтали, сидели. А, я не знаю, где мы сидели. У меня написано, сидели в Се... Где-то в какой-то в Сескере. А, в Сквере, господи. Почему так непонятно? В С... Кэй непонятно у меня. Зачем я исправляю, я не знаю. В Сквере, возле, около площади Пушкина. Кстати, помню, по-моему, даже фотки остались с этой встречи. После пошли к центральному рынку снова. Но вообще там далеко. Купили там картошку и поехали на троллейбусе на 10-м. Он дал мне 100 рублей. Ну, хоть что-то. Он же мне еще книгу купил. Он вышел у Бимарта. Офигеть, раньше еще Бимарта. Просто Бимарт уже не работает очень давно. И сейчас там лента. Давным-давно. Я вышел у... Тэгэ... Что такое? Может, детского городка? Потому что... Да-да, детского городка. Вышел у... Детского городка. Дэгэ, а не Тэгэ. Пошел к Кате. После мыться пошел к маме. Помылся всем новеньким. Тем, что купил, да? Немного раньше. Пошел к Кате. Она меня проводила. Я приехал и... И лег спать. Видимо, по скриптам читал Гарри Поттер и Орден Феникса. Вот такой вот обычный летний, летняя неделя у нас с вами была в начале июля. Ну что ж, на этом я буду заканчивать это видео. Сейчас я, наверное, вам расскажу просто коротенечко сегодняшний день, потому что он особо такой был ни о чем. Мы сегодня встретились с Наташей, два в одном, в двух словах скажу, как раз до половины, до 30 минут. Вот, сегодня мы встретились с Наташей, она приехала ко мне в гости. Катя еще приехала, но Катя решила не ехать, не приезжать ко мне в гости. Вот, потому что нам же тоже нужно с Катей снять сладости японские. Вот. Наташа приехала, мы с ней немножко отдохнули, посидели, поболтали, поиграли в Гарри Поттера. Притом при всем сделали в игре Орден Феникса некоторые успехи. Мы прошли сложную партию игры в шахматы. Я ее уже много лет не мог пройти, а тут как-то совместным трудом, как Наташа сказала, одна голова, хорошо, две лучше. Мы прошли ее, ходили, побегали по Хогвартсу, поболтали и поехали, в общем, перекусили и поехали в пиццерию, посидели в пиццерии. Я купила сегодня вот этот себе свитер, как стать он вам, такой он темно-синего цвета, теплый. Я давно о таком мечтал, по-моему, мы даже недавно в видео говорили про какие-то оверсаженные свитера. Да, мне вот такое очень хотелось. Вы сейчас будете смеяться, я его купила в Твое за 270 рублей. Почему? Потому что почему-то на этот свитер была скидка, он стоит 499 рублей. Вот. И у меня еще были баллы в приложении Твое. Кстати, я сейчас в приложении то-то скачать, потому что у меня уже сколько раз, я уже постоянно там пиццу ем, у меня уже миллион раз, сейчас вот я скачаю и больше пиццу туда не пойду есть. До этого я уже ходила, наверное, раз в шесть туда пиццу есть и, короче. А сейчас, короче, загружу себе это, то есть до-до, то-то, одни эти пиццерии. Вот, я сейчас себе скачаю это приложение и не буду туда ходить. Вот. Наташа мне привезла вкусняшки, помимо бутербродов с рыбой, да, любимых моих, наших, да, не говорите, что я опять их ем. Она мне привезла, сейчас, вот такую шоколадочку, ну, вот эти вот немецкие они или какие. Но вот я вот этого не пробовала, вот этот именно вкус, пятерочки такие продаются, знаю, видел. Но такого вкуса я не видела, со вкусом кленового сиропа и дробленым фундуком. Вот. Дальше Наташа привезла снова мне из японского магазина мою любимую жевательную конфету с виноградом. Также она привезла тортик для моей бабушки. И тут еще кое-что она привезла. А, короче, привезла мне из японского магазина ппшку. Неострую, неострую, вот. Так, что еще? Мне кажется, что я что-то забыл. А, вот еще привезла шоколадку Риттер Спорт с кокосом, мою любимую, кстати. И вот такие вот конфетки. Конфетки типа Прага. Шоколадная Прага для семейного чаепития. Конфеты вкусные. Не знаю, что это за фирма. Так, наклейка наклеена. Вот, в общем, вот так. А так, денечек сегодня такой у нас спокойный, более или менее. Я подсадила Наташу после пиццерии на автовокзал и сам поехал домой. Вот, приехал, записывал вам видео. Сегодня, к сожалению, у меня немножко болело утром горло. Но я сразу же достал стрепсил, достал брызгалку. Потому что, сами помните, вчера с вами на стриме тоже обсуждали, что я в пятницу хочу поехать записывать песню. Мне, конечно, сейчас очень надо беречь свой голос. Вот. Так что, дорогие мои, вот так вот. Нет, ничего особенного сегодня у нас не было. Спокойный, милый день. Сейчас я буду загружать это видео и заниматься домашними делами. Специально сегодня, вот прям морочито сел, составил список дел. Небольшой тут получился. Ну, не особо видно, карандашом пишу. Мелких дел, которые я постоянно забываю сделать. Они как бы важные, но я их постоянно забываю сделать. Вот. Поэтому вот так вот. Завтра мне на службу, но завтра я тоже буду дома сидеть целый день, заниматься делами. И уже буду в свою привычную колею входить. Собственно, вот так. Ну, слушайте, да, повезло мне за 270 рублей свитер. Там, конечно, были зацепки. Наташа нашла зацепки. На других свитерах не было, но они были поменьшим размером. Я хотел себе oversize. Вот. И, в общем, короче, именно на... Там было три, два 52-го, один 54-го размера. Я взял 54-й. Вот. И на нем была зацепка где-то здесь. Вот Наташа ее убрала. Не особо видно, но, блин, к вашему она не выскочила. Ну, слушайте, за 270 рублей вообще похеру. Вот. Все, мои дорогие. Все, я вроде вам все рассказал, все показал. Дневник мы с вами почитали. Я вас я безумно люблю всех. Всех целую, обнимаю. Завтра, как раз когда я буду дома, да, целый день, я, скорее всего, запишу для вас видео со своей книгой. То есть буду читать потихонечку свою книгу. Вот. Не буду ее не просто читать, а как-то, может быть, для себя. Ну, в общем, как я вижу, как я чувствую. То есть немножечко будет... Я не буду ничего говорить. Конечно, никаких от меня вот этих вот комментариев не будет. Вот. Хотя фиг знает. Ну, нет, нет, нет. Если что я читаю, так читаю. Вот. И, в общем-то, да. Все, мои дорогие, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok